Ребята, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Сегодня появилась довольно интересная статья, с моей точки зрения, безусловно проплаченная, про передачу Курильских островов Хабамая и Шикотан о Японии. Напомню, вчера Лавров заявил, министр иностранных дел России, о том, что острова Южной и Курильской гриды, два острова Хабамая и Шикотан, будут переданы японской стороне. Это вызвало шквал, конечно, разных видео и комментариев, но сегодня неожиданно появляется статья, которая называется «Настоящая цена», названа «Настоящая цена», которую Россия просит за Курильские острова. То есть мы победили фашизм, наши деды и прадеды, да, значит, победили фашизм, а теперь мы просим цену за Курильские острова. Я считаю, что вот журналисту, который писал эту статью, необходимо вернуться обратно на факультет журналистики и почитать немножко или историческую литературу, или еще чего-то. Как может страна, победившая фашизм, просить у другой страны, которая воевала на стороне фашизма, какую-то цену за свои же территории, которые отошли по итогам Второй мировой войны. Это японцы должны у нас просить, но никак не мы у них. Какую-то цену мы еще у них просим. Вы понимаете, в чем дело? И сейчас вы узнаете, что самая главная статья, она построена, вы знаете, таким образом, что якобы стало много поступать, много появилось видео и много разных, значит, заголовков с тем, что Лавров якобы готов передать Курильские острова Японии. И вся статья строится вокруг того, что это дезинформация. Это дезинформация, все совсем не так. Почему? Потому что якобы разговор шел именно предметно о мирном договоре. То есть предмет разговора был мирный договор. Но люди не поняли, вырвали из контекста. А я хочу вам сказать, что если вы наберете выступление Лаврова на территории смыслов, соответственно, вот здесь у меня оно есть, но если я его вставлю, значит, соответственно, это видео могут удалить, потому что у меня уже такое было. Я вам хочу сказать, что он говорит, Лавров, вот что. Я прям процитирую. Россия является не просто, как другие постсоветские страны, не просто страной-правоприемницей, а страной-продолжателем Советского Союза. Поэтому в 93-м году сохранила, значит, место постоянного члена в Совете Безопасности ООН. И по договору от 56-го года, в случае подписания мирного договора с Японией, Советский Союз, а так как Россия это не просто правоприемница, но и продолжатель. То есть мы несем все обязанности Советского Союза. То есть получается, что если мы подписываем мирный договор, так как это должен был сделать в 56-м году Советский Союз, то тогда мы выполняем статью, и он указывает, по-моему, в статье 7 указано, что актом, жестом доброй воли мы передаем два острова из Курильской гряды, Хабамая и Шикатан. Вот что он сказал. Значит, понятно, что это русским языком означает, что сейчас ведутся разговоры о том, что... Потом долго здесь рассуждение о том, что Япония зависит от Америки, Япония не самостоятельна, и для Японии важно, нужно. Нам насрать хотелось, что важно для Японии, что важно ей и что нужно, извините за выражение. Потому что мой дед, у меня два деда, один герой Советского Союза, разведчик, второй, значит, Ладожское озеро, дорогу охранял на Ленинград, а третий в танке, значит, ему все зубы выбило, двоюродный дед. Так вот я вам хочу сказать, что мне плевать хотелось, как и многим, я уверен, значит, у кого деды и прадеды воевали с фашизмом, что там сейчас важно и интересно Японии с Америкой. Мне важно, что территориальная целостность государства должна быть обеспечена в полном объеме. А вопросы территориальной целостности, в принципе, если кто-то собирается отчуждать территорию моего государства, относятся к ведению референдума и должны выноситься вопросы на референдуме. В ЦУОМ опросил жителей Курил, 96% сказали, мы не хотим состав Японии, выносите вопрос на референдум. И не надо писать, знаете, что я им пишу? Удивлены нечистоплотные интерпретации, которые позволили себе ряд СМИ слов Лаврова, повторяющих российскую официальную позицию по выработке мирного договора с Японией. Обращаем внимание на то, что любые спекуляции в духе, в кавычках, Сергей Лавров озвучил условия передачи остров Японии, недопустимы являются дезинформацией. А что является дезинформацией, я не понимаю. Лавров озвучил условия передачи остров Японии, он не озвучивал условия передачи остров Японии, он озвучил, что Россия, являясь правоприемницей Советского Союза, обязана при подписании мирного договора выполнить обязательства Советского Союза, раз она несет обязательства Советского Союза России, и передать два острова, два острова, соответственно, Японии. И вот они это посчитали дезинформацией, и сейчас активно, видать, поняв, что фактически... Мне теперь понятно, еще раз говорю, почему японцы так спокойно к Олимпиаде 2020 года Хабама и Шакатан включают в свою территорию. Потому что Синдзе Абе, премьер-министр Японии, и Путин, понятно, о чем они договариваются. Что мирный договор мы подписываем, а настоящая цена-то, которую Россия должна заплатить, здесь совершенно абсолютно, абсолютно, она непонятна. Из этой статьи понятно только одно, что это дезинформация. Дальше все это... И в конце великолепная фраза. Вот та настоящая цена, которую Россия просит за два острова. То есть мы, оказывается, просим за два острова какую-то цену. За два острова, чтобы их передать. А цена, знаете, какая? Подписание мирного договора. А нахрена сдался нам, России, мирный договор с Японией? У меня вопрос. Вот я его задавал уже. Зачем нам мирный договор с Японией? Мы вот эти все года жили, десятилетия без мирного договора. Пусть Япония добивается с нами мирного договора. Мы-то зачем должны добиваться мирного договора с Японией и идти с ними на какие-то еще, значит, эти, жесты доброй воли, для того, чтобы передать им Хабамая и Шикотан, два острова? С чего вдруг? Я ничего не понимаю. Если бы фашистская Германия заняла Москву и пошла дальше, Япония бы заняла Дальний Восток, просто наше все. О чем идет речь? О какой передаче островов? И самое страшное, и самое интересное, что, значит, после того, как все прекрасно понятно любому здравомыслящему человеку, они выступают с тем, что якобы, и хотя, понимаете, надо же выкрутиться, и пишут, слушайте, что министр в своем выступлении на форуме территория смыслов высказался о мирном договоре с Японией, о мирном договоре с Японией. И хотя Лавров действительно говорил о возможной передаче Японии двух островов, возмущение МИДа оправдано, потому что позиция России не сводится к решению территориального вопроса. Выступая на территории смыслов, министр иностранных дел отвечал на разные вопросы, в том числе и о стратегии урегулирования вопроса с японскими претензиями на Южные Курилы. Вскоре СМИ запестрили заголовками про якобы названные министром условия передачи островов Японии. Значит, далее в сообщении МИДа упоминаются переговоры и встречи. Российская сторона, это МИД говорит, твердо придерживаясь позиций, что продвижение в данном вопросе возможно лишь при условии признания японских сторон в полном объеме итогов Второй мировой войны, закрепленных в том числе в статье 107-го Устава ООН и учета наших принципиальных подходов в военно-политической сфере, именно об этом говорил отвечающий вопрос Лавров. А где здесь о том, что он сказал, что Россия это государство, не только правоприемник, но и продолжатель Советского Союза и, соответственно, при подписании мирного договора, который являлся предметом, так сказать, споров, не сводится. Позиция России, МИД говорит, не сводится к решению территориального спора. Не сводится, но как следствие при подписании мирного договора, то есть предметом является мирный договор. Но если Россия продолжательница Советского Союза, то мы должны, как Советский Союз бы и сделал, жестом доброй воли, который указан в мирном договоре от 1956 года, если мы его подписываем, передать два острова, Хабамая и Шикатан, все. То есть у нас не является предметом спора. Значит, соответственно, кроме того, многие вообще не вдаются в детали и считают, что под обсуждаемой Москвой и Токио южными гурилами, специально людям пишут, подразумевается все четыре острова. Итуруб, Кунашир, Хабамая и Шикатан. Между тем, как речь идет только о двух последних, пишется все-таки, он упоминает автор статьи, представляющих существенно меньшую и стратегически незначимую часть всей группы. Даже Япония, формально претендующая на все четыре острова, не имеет никаких иллюзий насчет возврата, в кавычках, и Турупа, и Кунашира. Понимаете? То есть уже вывели эти острова, что якобы из всех островов Хабамая и Шикатан, они наименее значимы. Они совершенно ничего не имеют никакого стратегического значения и даже не нужны. То есть оправдали слова министра, что даже если он и сказал, и даже если и будет передача, а передача состоится в любом случае, потому что в ближайшие, до 2020 года, собираются подписать мирный договор с Японией. Еще раз говорю, Россия, как правоприемница и продолжательница, я цитирую Лаврова, обязана будет передать актом жестов доброй воли России, Японии, Хабамая и Шикатан, два острова. И начинаются появляться проплаченные статьи, где пытаются обелить и сказать, что все дезинформация, что общественное мнение, что протесты на стране еще не выросли. Представляете, и так митинги везде, а тут еще два острова отдают. Но они собираются отдать два острова Курильской гряды Японии. И в уши вам вливают, что все дезинформация, а предмет спора не территориальный спор. Предмет спора, так сказать, это мирный договор. Так это предмет спора мирный договор. А следствием-то этого является, как сказал, сам Лавров расшифровал 20 раз, что предметом спора является мирный договор. Значит, господи, не территориальный спор, а мирный договор. Но как следствие подписание мирного договора влечет за свою передачу двух островов. Все. В любом случае они собираются передать Японии два острова, подписав с Японией мирный договор. У меня вопрос еще один. Зачем нам подписывать мирный договор с Японией в принципе, первое. Второе. Почему мы обязаны, если правоприемница, да, японцы наставят от 56-го года. Советский Союз так решил. Хорошо, без проблем. Что, сейчас не меняют договора или что? Составляйте новый мирный договор. Мирный договор без абсолютно каких-либо, значит, более того, президент же наш заявил, что ни один остров не будет передан. Мы будем сами их развивать. Сами развивать будем их. Но оказывается уже два острова, они незначительно, не имеют никакого значения. Понимаете, в чем дело? Это же вранье на просто на всю страну. Понимаете, это оболванивание просто всего населения, всего народа. Оболванивание натуральное. Они собираются передать два острова при подписании мирного договора, после подписания, и оболванивать всю страну. Что это якобы вообще незначительные уже острова. Они, видать, уже вообще их списали со счетов. Япония поэтому их и включила на карте Олимпиады 20-го года. Вы понимаете, что происходит? Это же национальное, я считаю, это преступление национальное. Это просто преступление. Это просто передача, фактически без учета мнения населения, я уверен, подавляющее большинство будет против, передача, значит, соответственно, территории страны иному государству. Какая мне разница, по какому гражданину государства, по каким вам вашим договорам. Может вы завтра заключите договор, половину России отдадите кому-нибудь, и скажете, что это по договору там от 5 века до нашей эры. Вы понимаете, что творится? Я призываю вас, значит, максимально репостить это видео и обратить внимание на это. Прошлое видео мое про Курильские острова очень жиденько смотрят, очень жиденько. При том, что другие государства, если снимешь, что у них проблемы, люди просто хватаются как за соломинку за эти видео. Нашим все равно насрать хотелось на эти Курильские острова. Это же ваша территория. Это же наше наследие для наших сыновей и, значит, там, внуков и правнуков. Вы что, не понимаете, что ли? Это должна вся страна греметь, на уши встать. У нас опять все как будто ничего не происходит. Это, вот это называется русский Ваня. Лежит на печи и ничего не делает. Понимаете, в чем делает? Я призываю вас к активным действиям в информационном поле.